Если есть вопросы, обязательно задавайте их. Есть чат под видеоизображением, вы можете их туда печатать. Мы все ваши вопросы видим и постараемся по возможности ответить на ваши вопросы. Итак, мы начинаем. По осложнениям в эндоскопии, тема очень интересная. Особенно она интересна и тем, что не только для Украины, России и других стран постсоветского Союза, но и для всего цивилизованного мира, в том числе, характерны некоторые, скажем так, осторожные отношения к осложнениям как таковым. Об этом не любят говорить и в лучшем случае просто эта информация скрывается и в итоге мы получаем то, что осложнения, они имеют место быть, но с ними никто ничего не делает, не изучает. И они могут накапливаться дальше. На последнее время ситуация стала изменяться. Украина уже трижды проходил международный симпозиум по осложнениям в эндоскопии, раз в два года проходит в Ганновере, который обсуждает очень достаточно подробно вопросы, как эти осложнения происходят, почему они происходят, какая должна быть логистика, чтобы этого не было. И очень подробно идет инспектирование и документирование каждого случая осложнения не с той целью, чтобы привлечь кого-то к ответственности, а с той целью, чтобы разобраться в причинах, внести какие-то изменения в учебные программы, для того, чтобы в дальнейшем мы избежали этих осложнений. Для того, чтобы изменить ситуацию, в первую очередь мы должны понимать о том, что должна быть соответствующая современная аппаратура, которая используется для эндоскопических исследований, в частности, что касается эндоскопических исследований в колоноскопии толстого кишечника, то мы должны использовать аппаратуру, видеоаппаратуру с высоким увеличением, с возможностью различного узкополосного исследования, с фото- и видеозахватом и так далее, тому подобное. Все это в значительной степени улучшит диагностику, с одной стороны, с другой стороны, документация и исследование всего позволит разобраться в случае возникновения какой-то ситуации, отыграть назад эту ситуацию, для того, чтобы видеть, где что произошло, что-то, может быть, было упущено во время процедуры. То есть, с учебной целью, с научной целью, с целью улучшения дальнейшей практики, очень важно иметь возможность фото- и видеофиксации всех изображений. Для того, чтобы эти изображения у нас были более качественные, конечно, надо использовать определенные методики очистки кишечника, которые позволяют нам улучшить подготовку кишечника. Также используются различные девайсы, которые позволяют нам улучшать картинку, то есть, и колпачки, и различные другие устройства. Очень важно, чтобы каждый специалист на своем рабочем месте имел возможность и понимал, что его деятельность, она может быть проанализирована и может быть важна для других специалистов. Мы, скажем, как в нашей клинике, по опыту нашей работы, очень тщательно все анализируется. И этот опыт переносится на уровень Минздрава, скажем. То, что очень важно для нашей страны. Немного у нас есть качественно разработанного материала в Украине, но он уже появляется. В основном это переводные работы, но есть материал, который достоин представления на уровне страны и даже больше. В нашей клинике издаются, скажем, различные монографии, методические руководства Минздрава по животрепещущим темам, которыми мы все с вами занимаемся. Также деятельность это вся новая, поэтому она вся патентируется. У нас больше 40 патентов сделано в клинике по новым технологиям эндоскопии. Все это говорит о достаточно серьезном подходе к теме эндоскопических исследований, к безопасности этих исследований, поэтому результаты получаются другие. Как я уже говорил ранее, для того, чтобы у нас было меньше осложнений, нам нужно использовать определенные технологии. Это высококачественные, с высокоразрешающей способностью эндоскопическое оборудование с различными цифровыми методами хромоскопии. Хромоскопия обычными красителями используется. Специальная подготовка растворами полиэтиленгликоли двухэтапная с использованием пеногасителей. Обязательно идет оценка качества подготовки кишки в баллах, которая позволяет нам судить о том, насколько сложно было выполнить исследование, насколько мы можем доверять полученным результатам, потому что, скажем, если балл подготовки меньше, чем 6 баллов, то это исследование не может быть принято как скрининговое, и скрининговое исследование, например, надо повторить. И в то же время мы понимаем, что если была подготовка, скажем, 4 или 5 баллов, то возникшее осложнение было практически закономерно, потому что что-то доктор мог просто физически не видеть. Плюс к тому, что если осложнение возникло, и подготовка ниже, чем 6 баллов, то оно будет более тяжелое, более выраженное, чем если бы, скажем, подготовка была 6 и выше баллов. То есть, скажем, перфорация кишечника. Если кишка подготовлена, консервативное лечение может привести к излечению пациента. Если же кишка не готова, то излитие кишечного содержимого, естественно, утяжеляет состояние. Если есть кровотечение в чистой кишке, отмыть кровь значительно проще, чем если кишка не подготовлена. И так далее, и так далее. Информированное согласие пациента. Этот вопрос очень серьезно сейчас рассматривается во всем мире. Достаточно подробно, 3, 6, даже 10 страниц я видел в различных странах, есть информированное согласие, где доктор с пациентом полностью подробно каждый пункт рассматривает, что будет делаться, что будет за этим, какие есть последствия каждого действия или не действия. Пациент праве выбрать те опции, которые ему предлагаются, с одной стороны, с другой стороны, он абсолютно четко должен представлять последствия той диагностической или лечебной процедуры, которая производится. Потому что он имеет свои побочные, нежелательные действия. Есть, к сожалению, осложнения, их немного, колоноскопия диагностическая, это относительно безопасный метод исследования. Но, тем не менее, какие-то осложнения есть. Фото и видеозапись обязательно должна производиться. Весьма желательно проведение при медикации, в частности, используется гиастин и бутилобромид, подобные препараты, которые расслабляют кишку и позволяют нам улучшить визуализацию. Все это, безусловно, если нет проблем с проведением аппарата с выполнением осмотра слезистой оболочки, то у нас уменьшается количество осложнений, потому что постоянно есть открытое поле зрения. С одной стороны, с другой стороны, время процедуры значительно уменьшается, что тоже идет к снижению возможности осложнений. Седация, пропофол, либо другие препараты, которые используются, также улучшает ситуацию в отношении осложнений, потому что пациент расслаблен, кишка расслаблена, есть возможность спокойно все рассмотреть, никуда не спешить. Если что-то случилось, то мы можем это осложнение вовремя, во-первых, выявить, во-вторых, достаточно эффективно эндоскопически его и вылечить, это осложнение, если у нас нет лимита по времени, пациенту не больно, и кишка хорошо готова. Осмотр с минимальной энцефляции позволяет нам также уменьшить количество осложнений. С одной стороны, значительно увеличивает качество процедуры, с другой стороны, чем меньше мы вводим воздуха, либо газа другого, тем больше вероятность, что мы проведем безопасную тотальную колоноскопию. Интубация подвздошной кишки позволяет нам гарантировать, с одной стороны, что было выполнено все исследование, и мы здесь можем также говорить о том, что было выполнено тотальное исследование. Очень весьма желательно, чтобы аппарат был с дополнительным каналом для подачи воды, чтобы мы могли помпой под давлением отмывать слизь, отсасывая содержимое, хороший должен быть отсос и хорошая подготовка, для того, чтобы мы могли затем провести хромоскопию, нанести индикокармин, уксус, метиленовый, синий, генсановый, фиолетовый, либо цифровую хромоскопию провести. Особое внимание уделяется при колоноскопии нарушению сосудистого рисунка. Все это тоже нам позволяет лучше выявлять образование, ничего не пропустить и избежать пропущенных интервальных раков, так называемых. Очень важно, это морфологическое подтверждение всех образований, которые есть в кишечнике. Лучшим способом является, естественно, это гистологическое исследование биопсийного материала, либо удаленного материала, но современные методы позволяют к эндоскопическому исследованию проводить и виртуальную оптическую биопсию. Если есть достаточный опыт у доктора, который проводит, и кишка хорошо готова. Важно проводить учет осложнений колоноскопии. Это, скажем, данные, которые есть в разных регионах и в разных ассоциациях, они немного отличаются. Но, тем не менее, чтобы вы могли ориентироваться, до одного осложнения на 1000 диагностических колоноскопий, до одного осложнения на 100 терапевтических колоноскопий. Здесь я обращаю ваше внимание, что речь идет о тех осложнениях, которые требуют хирургического вмешательства. То есть, имеется в виду, что одна хирургическая операция на 1000 диагностических колоноскопий допускается. Одна хирургическая операция на 100 терапевтических колоноскопий. Потому что, если нам удается все это сделать консервативно, вылечить осложнение, либо эндоскопически, это другой совершенно уровень патологии, который не учитывается в этом нормативе. Осложнения, которые чаще всего встречаются, это кровотечение, перфорация, септические осложнения. То, что учитывается в эндоскопическом протоколе, должно учитываться. Тем не менее, мы должны иметь в виду, что существуют осложнения, связанные с колоноскопией. В частности, осложнения подготовки к колоноскопии. То, что мы получаем, это некачественная подготовка. Это, может быть, различные варианты гиосинкозии, то есть индивидуальной непереносимости препаратов, которые мы используем для подготовки к колоноскопии. Элергические реакции на эти препараты. Может возникать обезвоживание, может возникать интоксикация, различные проявления тошноты, рвоты. Очень нередко возникает обострение хронических заболеваний, таких как геморрой, тромбоз геморройдальных узлов, анальные трещины. Описаны случаи обострения воспалительных заболеваний кишечника, нарушения водно-электролитного обмена. Для некоторых препаратов даже есть и почечная и сердечная недостаточность. Иногда бывают и народные тела. У нас в клинике, скажем, был такой случай, когда пациенту рекомендовали, как обычно мы это делаем, прозрачные фильтрованные бульоны и вареную рыбу. Почему-то пациент подумал, что уха подходит для этой цели. И мы вытащили у него из дивертикула в сигмовидной кишке 3-х сантиметровую кость, толстую достаточно, на ребро рыбы, потому что он залпом пил этот бульон, осадок, он очень любит. Мы можем, конечно, не говорить, что это наше осложнение, но я возлагаю целиком полностью вину на себя, что я недостаточно подробно объяснил пациенту. Если бы он не пришел ко мне на полуноскопию, все могло бы закончиться печально. Также бывает и остро-желудочная, и острая кишечная непроходимость, связанная с подготовкой. Это связано с тем, что большие объемы растворов используются. Ну, конечно, должны быть патологии, которые таким образом может осложниться. То есть это либо спаечная непроходимость, либо какие-то опухоли стенозирующие, либо просто стенозирующие процессы, которые не были распознаны до начала подготовки. Также может быть травма слизистой оболочки, разрыв прямой кишки. И это осложнение связано, как правило, с тем, что пациенты используют неконтролируемые клизмы, либо неудачно вводят наконечник клизмы, либо используют очень большое количество раствора. Такие случаи тоже встречаются. Кишечные кровотечения может быть, может быть воспаление дивертикула в дивертикулит, может быть перфорация дивертикула, может быть кровотечение из дивертикула. Также существует такое осложнение, как инвагинация. Осложнение анестезии. Так же, как и для препаратов, которые мы используем для колоноскопии, может быть индивидуальная непереносимость, может быть аллергические реакции, может быть после операции. После анестезии тошнота, рвота и то же самое нарушение водно-электроидного обмена, и почечная недостаточность, и сердечная недостаточность. Может быть, если используется интубация при терапевтической колоноскопии, может быть и травма зуба, и народное тело этим зубом, или частью вставной челюсти. Аспирация может быть, и клиническая смерть может быть, и гипоксия, может быть местное осложнение в виде травмы вены при постановке катетера, травма нерва может быть. Подкожная гематома в месте инъекции, либо в месте наложения манжеты для контроля от реального давления. У нас буквально не так давно в клинике был такой случай, когда у пациента на месте установки манжеты у нас проводилась гастроколоноскопия больше часа. А потом пациент тяжелый лежал еще в реанимации, наверное, тяжелый пациент продолжал, вернее, лежать в реанимации еще там несколько дней. На месте установки установленной манжеты возникла круговая гематома. Очень сложно объяснить это пациентам, но тем не менее это есть, и мы должны об этом знать и говорить об этом заранее. То есть вы уже представляете себе, какого объема должно быть информировано о согласии, исходя только из тех двух слайдов, которые я уже пролистал. Может быть травма головы, конечности при падении с операционного стола. Такое осложнение бывает нечасто, но оно тоже имеет место быть, потому что пациент в анестезии себя не контролирует. И вполне вероятно, даже с широкого стола, который используется обычно при эндоскопии, он вполне может упасть. Поэтому этот момент тоже надо учитывать. Также может быть травма конечностей, связанные с транспортировкой пациента. Потому что, опять же, пациент травма плохо себя контролирует, надо выехать из кабинета, надо заехать в лифт, надо из лифта выехать еще куда-то. И в этих условиях возможно повреждение пальцев, скажем, или локтей, или еще чего-то тех выступающих за пределы каталки. Конечности, которые есть. Все это осложнение тем или иным способом, связанное с нашим эндоскопическим вмешательством. Хотим мы этого или нет. Осложнение самой колоноскопии. Я могу считать, что мы должны интервальный колоректальный рак также относить к такого рода ситуациям. Это с нашим исследованием связано с некачественной подготовкой, с, может быть, нарушением методики осмотра, с тем, что мы не рекомендовали пациенту в связи с тем, что была некачественная подготовка или не использовалась соответствующая методика. Повторное исследование через более короткий интервал. И буквально вчера я прочитал работу европейскую, где интервальные раки в Европе на большом количестве пациентов через 0,8-2,5 года выявляются интервальные колоректальные раки. И вывод работы был в том, что связано это именно с некачественной подготовкой, во-первых. С другой стороны, с тем, что такого рода вывод не был вынесен в эндоскопическое заключение и не было рекомендовано более короткие промежутки для следующего осмотра. Если пешка была не готова, контрольная, вернее, скрининговая колоноскопия не может считаться состоявшейся и должна быть выполнена в течение года после этой колоноскопии. Осложнением колоноскопии также может быть вздутие живота, может быть метеоризм, может быть абдоминальная боль, тошнота, рвота, отрыжка, обострение хронического геморроя, тромбоз геморроидальных узлов. Это уже непосредственно от взаимодействия с аппаратом анальные трещины также могут быть, особенно у тех пациентов, где были сужения анального канала предыдущие перед колоноскопией. Травма слизистой оболочки может быть при проведении аппарата, особенно когда есть удлинение кишки, доля хосигма, доля колон, даже разрыв стенки кишки может быть. Может быть кишечное кровотечение, дивертикулит, перфорация дивертикула, кровотечение из дивертикула, внутри брюшинная перфорация, забрюшинная перфорация. Пневмо карбо перитоним, пневмо карбо медиастином, может быть также попадание воздуха либо в кислого газа в мочевой пузырь. Подкожная эмфизема передней брюшной стенки, грудной клетки, шеи, лица, волосистой части головы. Ожог стенки кишки, перфорация первичная во время непосредственного выполнения процедуры, либо отсроченная на следующий день, либо в течение 3-7 дней после выполнения процедуры. Перитонит, забрюшинный абстресс, разрыв селезенки, продолженный рост опухоли, рецидив опухоли, стеноз в месте выполнения операции. Кровотечение, перфорация, надрывы селезистой оболочки, разрыв селезенки, ожог кожи, взрыв кишечных газов, описанное такое достаточно нечастое осложнение. Гематомы селезистой оболочки могут быть гематомы кожи передней стенки, брюшной стенки, связанные с достаточно интенсивной мануальной ассистенцией для проведения аппарата. Аспирация может быть тромбоз глубоких вен. Причины осложнений, которые возникают во время полоноскопии. Это, в первую очередь, за большинство этих осложнений отвечает некачественная подготовка, спешка с выполнением процедуры, перераздувание петель кишки, недостаточная аспирация кишечного содержимого, недостаточное отмывание селезистой оболочки, наличие дивертикулов или дивертикулеза, спаечные болезни, дынение кишки до лихосигмы, до лихоколон. Операторозависимые причины осложнения – это малый опыт исследований, неправильная настройка электрохирургического блока, грубые манипуляции, удлиненная кишка, спаечный процесс брюшной полости, нарушение свертывающей системы, прием антикоагулянта, воспалительные заболевания кишечника, такие как НЯК или болезнь Крона, фиброз в месте язвы, в месте биопсии, либо связанные с воспалительным заболеванием кишечника. Также причиной осложнений может быть инверсия в слепой кишке, в прямой кишке, особенно на фоне воспалительных заболеваний. Удаление образования само по себе может стать причиной осложнений. Повторное удаление образований в случае рецидивов. Сложная локализация, то есть высокая складка, либо разложение за складкой, у устья дивертикула, рядом с устью аппендикса, либо глубокого устья аппендикса. В правых отделах чаще возникают осложнения, особенно часто возникают осложнения в прямой кишке. Горячая петлевая полипектомия без последствий инъекции является одним из факторов осложнений. Большой размер полипа. Касание инструментом стенки кишки при резании и коагуляции, то есть несанкционирование касаний, не в месте резания. Биопсия плоских образований может стать причиной осложнения. Биопсия дивертикулярных полипов может стать причиной осложнения. Биопсия изъезленных образований, то есть глубокая биопсия. Горячая щипцевая полипектомия. Большая площадь дефекта может привести к развитию различных осложнений. Глубокий дефект, либо усиленная коагуляция с травмой мышечного слоя, несанкционированное поведение инструмента, поломка инструмента может привести к осложнениям, несанкционированное срабатывание электроинструмента, случайное нажатие на педаль коагуляции, либо резание в тот момент, когда еще не было готова для этого процедура. Сложности с излечением большой опухоли, сложности с излечением множественных фрагментов, также могут приводить к различного рода осложнениям. Диагностика осложнений представляет достаточно большую сложность, опять же, если кишка не готова убедиться в том, что у вас уже возникло осложнение, достаточно сложно. Но даже на хорошо подготовленной кишке бывает не всегда просто вовремя диагностировать осложнение. При этом надо помнить, что любые осложнения, какие у них возникли, если они возникают и диагностированы волны во время колоноскопии, большинство из них, подавляющее большинство, можно вылечить, либо же уменьшить последствия непосредственно во время колоноскопии. Поэтому необходима хорошая визуализация, отмывание и аспирация крови, поиск источника кровотечения, выполнение исследования, возможно, и подводная колоноскопия, использование дистального колпачка, который позволяет нам расправить складки и прижать сосуд. Для диагностики перфорации используется так называемый признак мишени, когда мы четко видим слои слизистая, подслизистая, мышечный слой, который как отдельными кругами формирует нам рисунок мишени. Одним из признаков осложнений является наличие подкожной крепитации с дутловатостью лица, например, шеи, то есть необходим мониторинг состояния кожных покровов пациента, мониторинг артериального давления, сатурации кислорода. Одним из способов диагностики осложнений является и хромоскопия, различные варианты МВА-спектра и так далее. Из неэндоскопических методов исследования используется ультразвуковое исследование, используется КТ, обзорная рентгенограмма, общее состояние пациента уже в послеоперационном периоде, температура, пульс, давление, клинические анализы гемоглобин, ретроциты, ликоцитоз, кинтрофильный сдвиг, скорость соседания ретроцитов, реактивный белок, прокоцитонин. Все это позволяет нам диагностировать достаточно сложные в диагностике осложнения, как забрешины, например, перфорации и с стептическими осложнениями. Также немаловажным фактором диагностики осложнений является просмотр фото и видеозаписи в послеоперационном периоде, когда ситуация непонятна, пациент не совсем укладывается в какие-то осложнения, мы очень внимательно все пересматриваем в консилии, чтобы убедиться в том, что все было хорошо сделано. Мы же найти тот момент, где было сделано не очень хорошо, где какая-то может быть пропущенная перфорация и так далее. Расслабление кишки нам позволяет лучше провести диагностику осложнения, то есть мы используем обязательно растворы, типа пускопана, например, диастерный бутсупрамид. При подозрении на осложнения, особенно перфорации, обязательно использование минимальной инсуфляции, либо же использование углекислого газа, либо использование дистального колпачка, который позволяет нам расправить кишку без вообще инсуфляции. Профилактика осложнений, учитывая, что это достаточно обширная группа, мы уже достаточно долго с вами об этом обсуждаем, поэтому мероприятия, они и более общего плана, и более конкретные, в зависимости от того, какое осложнение имеется в виду. Информированное согласие, мы об этом с вами уже говорили, то есть мы с пациентом обо всем должны обсудить заранее. Во время информированного согласия может выясниться еще раз, что у пациента есть какие-то особые, скажем, причины для того, чтобы не возникли эти осложнения. Прием препаратов, например, каких-то, либо какие-то состояния, либо заболевания хронические, на что нам надо обратить внимание обязательно. Для подготовки кишечника мы должны использовать растворы с доказанной эффективностью, либо с растворов, у которых нет доказанной неэффективности. Эти же растворы, как правило, имеют все-таки меньше риск риск для развития аллергических реакций. Подготовка двухэтапная, как мы уже с вами говорили, с использованием пеногасителей и препаратов полиэтиленгликория позволяет также нам хорошо подготовить кишечник, что само по себе является профилактикой большинства осложнений, которые возникают во время колоноскопии. Использование видеоколоноскопа с высокоразрешающей способностью, цифровой хромоскопией, как мы уже говорили, фото- и видеозапись также позволяет проводить профилактику осложнений. Как по поводу фото- и видеозаписи, есть еще один момент, что все-таки, с одной стороны, это очень сильно стимулирует же и доктора, который выполняет процедуру, если он знает, что его процедура записывается полностью. То есть, используется колоноскопия по всем правилам, методика используется правильно, потому что все это можно проверить, пересмотреть после окончания процедуры, может быть, даже в отсутствии доктора. Это тоже немаловажный фактор. Примедикация с растворами, которые расширяют, расслабляют стенку кишки, также является одним из очень существенных факторов профилактики осложнения. Седация пропофола также является фактором, снижающим риски осложнений. Осмотр с минимальной энцефляцией воздуха, использование кислого газа, расправление кишки водой, интубация подвздошной кишки, отмывание слизи, хромоскопия и удаление всех образований, это тоже являются фактором для профилактики различных осложнений, связанных с колоноскопией. Также важно очень использование соответствующей техники выполнения интубации слепой кишки, максимально быстрой, с минимальной энцефляцией, с присбориванием кишки, либо с лавой техники, двойной осмотр правых отделов, использование эндосонографии, которая позволяет нам также быть фактором, снижающим риск осложнений, так как мы можем определить структуру, глубину, инвазии, образование сосудов, которые есть в образовании, все это нам может спланировать модус наших действий, спланировать, какого рода операцию мы хотим выполнить, для того, чтобы максимально безопасно выйти, скажем, на сосуды, которые большие там есть, использовать специальные инструменты профилактические, которые мы можем сразу подготовить, для того, чтобы эти сосуды пережать, до того, как мы их перережем. Также фактором профилактики осложнений является отмена антикоагулянтов, прием, выполнение антибиотикопрофилактики, клинические лабораторные исследования, которые позволяют нам определиться с состоянием пациента с нарушением свертываемой системы, например, холод на живот, препараты, снижающие гемостатические препараты, спазмолитики, тромболитики, антисекреторная терапия, инфузионная терапия, высококачественный электрохирургический блок, исправный одноразовый инструмент. Мы не должны об этом забывать, что это особенно актуально сейчас, когда инструменты очень дорогие, но с другой стороны, они уже сейчас есть, есть возможность приобрести инструменты. Она появилась, эта возможность не так давно. Поэтому использование того режима, который нужен, с тем инструментом, который в данном случае подходит, значительно снижает риск осложнений. Ну и естественно, надо уметь пользоваться и электрохирургическим блоком, и этим инструментом. Тщательное исследование протокола осмотра, протокола операции, обязательные тренинги должны быть для эндоскописта и на тренажерах, и на свинных препаратах, и операции на живых свиньях, и операции под контролем ментора. Выполнение исследований в центрах с большим объемом колоноскопии и операций является одним из немаловажных факторов снижения количества осложнений при связанных с колоноскопией. Как мы уже говорили ранее, брать биопсию из плоских образований категорически нельзя. Это все является фактором осложнений. То есть, если мы не возьмем такую биопсию, подробно опишем образование плоское, и напишем, почему мы этого не сделали, потому что взятие биопсии приводит к развитию фиброза локального, и в дальнейшем это будет либо осложнять нам выполнение, утяжелять нам выполнение процедуры, либо вообще сделать ее невозможным, либо приведет к развитию перфорации в связи с тем, что мы не сможем, как следует, отделить слизистую и спаслизистую от мышечного слоя. При том, что во многих случаях мы можем даже не видеть этого во время операции, что у нас недостаточно хорошо делятся эти слои, и проявляются только наличием симптома мишени, то есть уже перфорации. Холодно-щипцевая полипектомия является одним из достаточно хорошо известных методов, который применяется. В отличие от горячей щипцевой полипектомии, этот метод обладает минимальным количеством осложнений. Холодно-щипцевая полипектомия гигантскими щипцами. Этот метод, также если сравнивать его с горячей щипцевой биопсией, либо с горячей петлевой биопсией, намного более безопасный, быстрый, меньшее количество перфораций вообще практически не наблюдается. Очень редко бывает кровотечение, которое останавливается, как правило, самостоятельно. Золотым стандартом на сегодня удаление образований до 1 см, плоских и неплоских, является холодная петлевая полипектомия. То есть мы делаем тотальную петлевую резекцию без использования какого-либо тока. Этот метод уникальный для амбулаторной эндоскопической практики, потому что позволяет нам удалить 90% всех образований, которые вообще в кишке бывают, они как раз небольшого размера. При этом мы можем соединить любую колоноскопию скрининговую с удалением образования, не переносить его на второй этап. Особенно это актуально в связи с тем, что плоские образования очень сложно искать во время колоноскопии. Повторный поиск образования меньше 1 см плоского может быть весьма осложнен либо вообще невозможен. Одним из методов профилактики осложнений является клипирование ножки полипов либо регирование ножки полипов. Мониторинг состояния пациента тоже позволяет нам вовремя определиться с тем, что мы делаем что-то не так или что-то пошло не так. И жалобы пациента, если процедура проводится без седации, видимые кожаные покровы, парциальное давление кислорода, ТН, давление пульс. Одним из факторов профилактики осложнений является использование гравитации. То есть частое изменение положения тела как для проведения эндоскопа, если это возможно, если не проводится седация, например, так и для выполнения процедуры удаления какого-то образования. Мы должны использовать силу тяжести для того, чтобы расправить нужную нам складку, для того, чтобы вывести в более удобное положение аппарат. Ручная ассистенция позволит нам избежать многих осложнений, ускорит проведение процедуры. Использование аппаратов с управляемой жесткостью облегчает выполнение колоноскопии, особенно в сложных случаях. Использование дистального колпачка позволяет нам как расправить складки, как использовать меньшее количество воздуха, так и остановить кровотечение прижатием кончиком этого дистального колпачка. Использование различных технологий, расширяющих аппаратов с широким углом обзора, либо технология Fuse, которая позволяет увеличивать угол, к которому мы привыкли, со 170, до практически полного кругового обзора. Использование различных приспособлений для облегчения проведения аппарата, например, как скоп-гайд, который позволяет нам с использованием магнитных меток построить изображение на экране формы колоноскопа, что дает нам представление о том, что производится какая-то дополнительная петля, либо альфа-петля, либо гамма-петля, то есть для того, чтобы мы могли качественно вовремя это все обнаружить и качественно с этим бороться. Извлечение удаленных образований тоже может быть одним из факторов профилактики осложнений, так как большое количество тканей, которые остаются, не могут приводить к септическим каким-то осложнениям, с одной стороны, с другой стороны, у нас не будет диагноза. Гистологическое исследование всего материала, оно важно тем, что во время гистологии мы можем тоже обнаружить, что были у нас какие-то сложности, что там могут возникнуть рецидивные в дальнейшем процессы, в связи с тем, что мы не полностью все удалили. Лечение осложнений, консервативное лечение, это и стационарное наблюдение, то есть пациентов после больших достаточного вмешательства должны находиться под контролем в стационаре, в зависимости от тяжести выполненной операции, это может быть несколько часов, может быть ночь, переведенная в стационаре, может быть и сутки, двое, и трое, в зависимости от того, сколько нужно в конкретной ситуации. Антибиотика, профилактика, холод на живот, использование гемостатиков, спазмолитиков, тромболитиков, антисекреторной терапии, инфузионной терапии, использование препаратов терролепресина, холодный очистительный клизм и также может быть факторами консервативного лечения осложнений. Эндоскопическое лечение, как правило, производится сразу во время колоноскопии. Аргоноплазменная коагуляция сосудов, аргоноплазменная коагуляция резидуальных тканей, крепирование сосудов, коагуляция термозондом, щипцами для горячей биопсии, кончиком петли, электроножом, коаграспером, спрей коагуляции, различные методы овульсии, то есть холодного удаления резидуальных тканей, легирование, легирование плюс скрипирование для того, чтобы закрыть дефекты, даже вплоть до полностенных дефектов мы можем закрыть таким способом. Подскризистая инъекция физраствора, либо физраствора с адреналином, либо физраствора с адреналином, эндикокармином. Тирлепресин используется как внутренно, так и местно для того, чтобы восстановить кровотечение. Одним из интересных методов лечения осложнений является ургентная эндоскопическая резекция слизистой оболочки, когда возникает у пациента кровотечение, скажем, из биопсии, при биопсии полипа, например, у нас был такой случай, когда пациентка к нам обратилась, через 4 дня после биопсии небольшого полипа в прямой кишке у нее возникло кровотечение, которое нам удалось остановить, только удалив этот полип ургентно. Местные инъекции триампциналоногидрокортизона используются для профилактики такого осложнения, как стенозы, послизистая диссекция рубцового стеноза, как лечение осложнений, баллонодилатация рубцового стеноза, протезирование рубцового стеноза, протезирование опухолевого стеноза тоже могут применяться для лечения осложнений. Ну и те факты, которые мы должны учитывать в те 1 на 1000, 1 на 100, о которых я говорил в начале нашей презентации, это оперативное лечение, когда используется первичное ушивание дефекта кишки, выведение или либо колоностомы, первичное анастомоз, ушивание сосуда, когда происходит оперативное извлечение опухоли в тех случаях, когда это невозможно сделать эндоскопические в связи с размером опухоли. Эти случаи должны учитываться отдельно. Конечно, с ростом инвазивности наших эндоскопических вмешательств количество осложнений естественно будет больше, они будут все разнообразнее. Мы должны знать, как это предупредить, мы должны знать, как с этим бороться и должны знать, как это диагностировать и как это вовремя можно удалить, как это можно вовремя вылечить. Дальше у меня идут клинические примеры, но я смотрю, что мы уже так много задержались, поэтому если будут вопросы, задавайте их, пожалуйста, мы переходим к следующей презентации. Спасибо, здравствуйте, друзья, я доктор эндоскопист клиники Лисот и спасибо Александру за очень информативный широкий доклад по профилактике, осложнениями профилактики и осложнений прикола на скопии. И первый доклад, свой доклад я хочу, я хочу вас знакомить с докладом, который базируется на докладах, услышанных на последней гастронеделе в Соединенных Штатах, которая состоялась в Чикаго, к сожалению, нет возможности ознакомиться всеми докладами, да это просто нереально, потому что 4 дня доклада, полноценных 4 дня доклада невозможно вместить ни в какую единственную лекцию, поэтому выборка докладов будет посвящена теме полипов, обнаружению полипов и полипектомий. Опальность этой темы возросла в последнее время значительно, во-первых, колоректальный рак в Украине вышел на второе место среди онкологических заболеваний по смертности, после рака легких у мужчин, точно так же на второе место у женщин, но только после рака молочной железы, и в общем среди всех онкозаболеваний тоже после онкозаболеваний легких, которые остались на первом месте. Второе, буквально недавно Министерство здравоохранения разрешило нам использовать в своей практике международные стандарты. В частных клиниках они использовались давно, а вот государственные клиники не могли себе этого часто позволить, поэтому тема полипектомии часто отличалась по тактике, по направленности в этих структурах. Для демонстрации этого хотел бы показать вам один слайд. Это слайд, который демонстрирует на котором предоставлено название, только название, рекомендации по наблюдению за пациентами, которым выполнялась скринировая полуноскопия. Этот слайд демонстрирует насколько разные отношения в Украине и в мире по отношению к полипам. Почему? Потому что в Украине и часто на постсоветском пространстве малые полипы, диминутивные так называемые полипы, более-менее 5 мм размером, часто оставляются в толстом кишечнике без диагностики, без удаления. В мире даже вот сам собственно говоря гайдлайн называется постполипектомическое колоноскопическое наблюдение. То есть он не предполагает даже само название не предполагает наблюдение какого-либо за полипами в толстом кишечнике. Если полип обнаружен, он должен быть удален. Самая цитируемая фраза, которая звучала на гастро-негеле, это повышение аденома детекшн-рейт, то есть количество обнаруженных, количество положительных колоноскопий, то есть тех колоноскопий, в которых обнаружена хотя бы одна аденома, на 100 скрининговых колоноскопий. Так вот, повышение аденома детекшн-рейт на 1% уменьшает риск интервального рака на 3% и соответственно уменьшает риск смерти от интервального рака на 5%. Полностью исключить интервальный рак, как уже сегодня звучало в предыдущем докладе невозможно, но его можно значительно уменьшить путем увеличения индивидуального аденома детекшн-рейт каждого специалиста. Среди основных методик, которые звучали в докладах, которые направлены на увеличение этого показателя, сейчас часто звучит в литературе методики базирующиеся на применении воды вместо газа для осмотра толстого кишечника. Буквально недавно появилась статья о увеличении показателей детекции полипов при колоноскопии с заменой воды, то есть water exchange и буквально спустя несколько недель на американской гастронеделе уже выходит вторая статья, в которой методика water exchange сравнивается с методикой тотального заполнения кишечника водой. Во-первых, обе методики требуют качественного, очень качественной подготовки к исследованию. Разница заключается в том, что при water exchange осмотр выполняется после удаления этой воды из кишечника, то есть вода нагнетается на входе, удаляется на выходе, осмотр удаления полипов осуществляется в газовой среде все-таки. Total water техника заключается в нагнетании воды на входе с полным удалением пузырьков газа, которые остаются в кишечнике на входе и осмотром и выполнением всех манипуляций в водной среде. Обе методики в докладе, который сейчас вы видите на экранах, были сравнены по их результатам. Как вы знаете, в воде уменьшается угол обзора эндоскопа, точнее камеры, поэтому для увеличения боковых, для захвата боковых зон использовался дистальный колпачок в обоих случаях. И, как видите, при использовании методики Total Water Cup Assistant, то есть полного наполнения кишечника водой с использованием колпачка, риск увеличения аденома detection rate в правых отделах только составил 64% против 41% в случаях с использованием техники water exchange, то есть замены воды. И при оценке аденома detection rate в правых отделах точно так же демонстрируется значительное увеличение, тут разница составляет 22%, 57% при Total Water технике и 25% при всего лишь 25% при технике water exchange. То есть все-таки воду, наверное, нужно использовать, но это имеет свои ограничения. Почему? Потому что, во-первых, используется огромное количество воды, 700 мл при water exchange в сравнении с 2,5 литрами минимум при заполнении кишечника в технике Total Water и увеличение длительности процедуры на 10 минут, что в принципе при скрининговой колоноскопии вполне допустимо и вписывается в рамки времени, которое отводится обычно на скрининговую колоноскопию. следующими методами улучшающими показатели аденомодетекшн рейд это использование эндокав, то есть специальной насадки на эндоскоп, которая позволяет на выходе разглаживая складки видеть, что расположено за ними. В то же время для этого можно использовать дистальный колпачок, который тоже на выходе в некоторой степени разглаживает складки. Вроде бы казалось бы преимущества эндокав должны быть очевидными, потому что все-таки у этого устройства есть специальные захватывающие ворсинки, которые расправляют эти складки и наверное визуализация должна была быть лучше. Но как оказалось ни по аденомодетекшн рейд, ни по продолжительности, ни по частоте интубации слепой и подвздошной кишки эндокав не обнаружил преимуществ в сравнении с использованием обычного дистального гладкого колпачка. Это доклад, которым открывался топик по улучшению аденомодетекшн рейд. Этот доклад очень интересен тем, кто знает, что он пропускает. Почему? Потому что в этом докладе отображены большинство техник, которые сейчас используются для улучшения показателя аденомодетекшн рейд с комментариями к тому, какой показатель и какую часть аденомодетекшн рейд они улучшают. Так, MBI улучшает аденомодетекшн рейд в общем, при этом улучшая значительно обнаружение плоских аденом. Осмотр в белом свете, но при высокой разрешающей способности повышает обнаружение плоских аденом, но при этом не повышает общий аденомодетекшн рейд, то есть что-то теряем, что-то находим. Endocuff, Enderring, EndoGI, хромоскопия, menthol, техника water exchange, которая звучала сегодня, water exchange с хромоскопией или с колпачком повышают общий детекшн рейд, то есть всего по чуть-чуть. И только water exchange, повышающий общий аденомодетекшн рейд, повышает количество обнаруженных advanced аденом. Что такое advanced аденомы? это аденомы, которые имеют высокий риск превращения в злокачественные опухоли. Это опухоли более 1 см, это опухоли с ворсинчатым компонентом, это опухоли, расположенные в правых отделах. Так вот, это как раз тот показатель среди всех составляющих аденома детекшн рейд, который наиболее интересен, потому что именно он позволяет уменьшить количество интервальных раков. Ведь интервальный рак это тот, который появляется непосредственно после недавно выполненной скринговой колоноскопии. И только вот эта техника позволяет увеличить обнаружение именно этих рисковых аденом в сравнении со всеми другими техниками. Тут, к сожалению, в этом докладе не анализировалась не анализировалась техника Total Water, поэтому сказать лучше она или хуже невозможно. В анализе работ, которые касались аденома детекшн рейд, которыми закрывался этот топик, Феликс Леонг выделил еще дополнительные факторы, которые значительно улучшают аденома детекшн рейд. Это обучение эндоскописта, более опытный эндоскопист конечно обнаружит больше аденом, чем менее опытный эндоскопист. Изменение положения пациента во время колоноскопии. Дополнительные инструктажи по подготовке к колоноскопии, поскольку подготовка к колоноскопии является одной из ключевых факторов, которые влияют на обнаружение полипов. Дополнительные техники и приспособления, которые уже звучали. Доочистка во время исследования. Подготовка именно сплит дозами, а не одноэтапная подготовка значительно улучшает показатели Adetoma Detection. И наши друзья-медсёстры, которые тоже смотрят в монитор, они улучшают нашу обнаружаемость полипов во время скрининговых колоноскопий. Основные темы в докладах, касающиеся полипектомии, это роль холодных резекций, роль толстокишечных диссекций, роль эндоскопических резекций слизистой фрагментированием, оценка предполагаемых рисков осложнений при диссекциях и резекциях, сравнение результатов EMR путём фрагментирования, то есть PISMO EMR в сравнении с эндоскопической диссекцией слизистой, и вопрос о том, что же делать с диминутивными полипами. То есть, как видите, основная часть докладов сгруппирована вокруг техники удаления больших образований, и только две темы касаются других направлений. И первая лекция из этой группы, это лекция, касающаяся холодной резекции крупных зубчатых аденом. Всем известно, что зубчатые аденомы размером до 1 см хорошо удаляются путём холодной резекции диатарма петлёй, холодной резекции петлёй. Но, что делать с образованием, которое размером больше, чем 1 см? В докладе из Австралии группа учёных использовала холодную резекцию для удаления образований размером более 1 см, среди которых 61 образование было более 2 см, и 13 образований более 3 см. Удаление выполнялось в 4 шага. Первое – это подслизистая инъекция субцинилированного желатина с метиленовым синим. Второе – это холодная фрагментарная резекция с захватом минимум 3-5 мм здоровой слизистой. Третий этап – это аспирация всех удалённых фрагментов. И четвёртый – это множественная биопсия краёв дефекта, образовавшегося после эндоскопической резекции. Результатом этих 162 операций было следующее. Только в двух случаях биопсия, которая выполнялась во время этой операции, обнаружила резидуальную ткань. Из них только в одном случае обнаружены единственные на всё исследование рецидив. То есть техника удаления холодной резекции имеет право на существование не только для образования размером менее 1 см. Её можно использовать и для образования размером более 1 см, но использовать правильно. Единственное осложнение, которое возникло среди этих операций – это пульсирующее кровотечение из крупного сосуда, остановлено клипирование. Касательно осложнений во время удаления крупных полипов было три доклада. Первый доклад касающийся фрагментарного удаления уже не зубчатых, а тубулярных аденом. При больших размерах этих образований, конечно, увеличивается риск и очень часто встречаются и перфорации, и кровотечения, другие осложнения, которые являются сами по себе следствием первых двух. Так вот, для оценки риска этих осложнений до начала операции предложена шкала SMSA, согласно которой образования делятся на 5 групп. Первая по размеру до 1 см, 2 см, 2 см, 2 см, 3 см, 4 см, 4 см. По морфологии на ножке сидячий плоский доступ простой или сложный к этому образованию, то есть оно расположено в доступном для осмотра месте или за складкой, за углом и так далее. В левых или правых отделах оно расположено. По оценке, которая выставлена по этим четырем указателям, образуются четыре группы. Это SMSA 1, когда количество баллов от 4 до 5, SMSA 2 при баллах 6-9, SMSA 3 при баллах 9-12 и SMSA 4 при 12 и более баллах, набравших образования. Итак, было выполнено 2305 ЕМАР после оценки по этой шкале. Исключены образования, которые получили 4-5 балла, поскольку они почти не имеют риска в сравнении со всеми остальными. Результаты говорят сами за себя. Длительность удаления образований в первой группе составила 10 минут, во второй 15, третьей 30, то есть вторая, третья, четвертая SMSA. Риск интероперационного кровотечения 8,3, 12,5 и 25,1 процента, то есть у каждого четвертого. Риск рецидива опять-таки 5,4 процента, 10,2 и 23,7 соответственно, то есть тоже почти у каждого четвертого возникает риск рецидива. Скорее всего, в случаях с писемл ЕМАР при оценке SMSA-4 стоит задуматься о выполнении какого-то другого метода удаления, например, эндоскопической диссекции или хирургического вмешательства. Для оценки рисков при эндоскопической диссекции тоже была предложена отдельная шкала, в которой риски оценивались по следующим характеристикам. Опыт эндоскописта менее 40 эндоскопических диссекций, морфология, углубляет ли образование полулунную складку, локализация, прямая кишка левая или правая отделы, есть или отсутствует конвергенция складок, управляемость колоноскопа достаточная или недостаточная. Опять-таки, результаты сгруппированы по баллам, от 0 до 1 балла это низкий риск, от 2 до 4 баллов средний риск, и от 5 до 10 баллов это высокий риск. В 716 случаях эндоскопических подслезистых диссекций, разделенных на 3 группы, с увеличением риска неполного удаления, и перфорации возрастает, и бальность, то есть оценка по шкале. В группе от 0 до 1 балла риск осложнений 4%, в случаях с образованиями, которые получили от 2 до 4 баллов, риск осложнений составил 15,3%, и 5-10 баллов, соответственно, 39,7%, то есть очень высокий риск осложнений. Опять-таки, стоит вспомнить здесь о том, что эндоскопические осложнения в большинстве случаев подлежат эндоскопическому же лечению во время самого исследования, поэтому эти пациенты еще не говорят о том, что нужно отказаться от эндоскопической диссекции, но стоит оценивать правильно свои возможности и возможности по удалению конкретного образования, и знать, когда можно это сделать, когда лучше это отдать другому специалисту, например, хирургу или более опытному эндоскописту. Еще одна шкала по оценке и доклад по рискам при эндоскопической диссекции был сформирован в обратную сторону. Было выполнено 132 эндоскопические диссекции, среди которых в 18 случаях отмечались какие-то осложнения. Главное из них это фрагментарное удаление в 5 случаях, перфорация в 5 случаях и медленная диссекция в 13 случаях. Специалисты из Японии пытались разобраться, какие же особенности образования привели к таким осложнениям. И оказалось, что таких осложнений всего 2. Не 5, как в предыдущей шкале, а всего 2. Это фиброз подслизистый, который вызван большими размерами или биопсией, или какими-то другими причинами, который не позволял отделить опухоль от мышечного слоя достаточно качественно. И второе, это плохой контроль эндоскопа. То есть, когда образование расположено за углом, когда образование расположено в левых отделах, не всегда хорошо удается контролировать эндоскоп. В таких случаях, конечно, риск осложнений возрастает. Авторы подчеркивают, что образование размером более 5 см, морфология, как в предыдущем докладе, то есть углубленное или выступающее образование, не приводили к сложностям или осложнениям во время удаления. Следующий доклад касается результативности колоректальных эндоскопических резекций слизистой, как альтернативы эндоскопическим диссекциям. Очень много докладов, которые базируются на сравнении этих двух методик. И в защиту EMR, один из таких докладов демонстрирую, в нем 443 резекции было выполнено, среди которых 347 удалось выполнить N-блок, то есть единым блоком, 89 резекций, которые были выполнены путем фрагментирования. Среди всех образований, среди всех диссекций было констатировано 19 рецидивов, причем риск рецидива не зависел от того, как удалено образование N-блок или фрагментарно, а зависел от того, были или не были находки высокого риска в случаях эндоскопической резекции. 69% этих рецидивов характеризовались наличием еще и кроме всего метастазов в лимфоузлах и других органах. И еще один вывод, который был сделан по результату этой работы, обязательно нужно контролировать вовремя удаленные T1 колоректальные раки, особенно если они удалены путем эндоскопической резекции слизистой, потому что при контрольных колоноскопиях через 3 месяца рецидив, который возникал, имел глубину инвазии T1, то есть он подлежал еще, возможно, какой-то эндоскопической резекции или как минимум имел крайне низкий риск отдаленного метастазирования. В то же время, когда интервал увеличился аж до, в некоторых случаях, 2,2 года, риск глубины инвазии такого рецидива составляла уже T2 и выше. Докладов, сравнивающих между собой эндоскопическую диссекцию, эндоскопическую резекцию, было три. В Соединенных Штатах это достаточно болезненная тема, потому что эндоскопическая диссекция слизистой там очень мало распространена. Но, тем не менее, доклады были не только из Соединенных Штатов, это были доклады и из Германии, и из Испании. Среди этих трех работ, в которых выполнено 1375 резекций, 62 и 89, только во второй работе из Германии было подчеркнуто явное преимущество эндоскопической подслезистой диссекции в сравнении с фрагментарной эндоскопической резекцией. В частности, по причине наличия рецидива после ИМР. Но, во всех пяти случаях рецидивов, эта резидуальная ткань была удалена эндоскопическим путем, путем, опять-таки, эндоскопической резекции слизистой. И это, в конечном итоге, не привело к значительным финансовым потерям. И, в среднем, все равно выиграла эндоскопическая резекция, потому что она оказалась дешевле, нежели эндоскопическая диссекция. 687 долларов, потраченных на эндоскопическую диссекцию, против всего лишь 39 долларов в среднем, даже с учетом рецидива, которые были потрачены на эндоскопическую резекцию. Из Турции очень интересный доклад, в котором было представлено сравнение техники эндоскопической диссекции классической в сравнении с однотуннельной техникой. Однотуннельная техника – это техника, при которой после входа в подслезистую осуществляется формирование глубокого туннеля аж до дальнего конца образования. И только после этого заканчивается инцизия, то есть отсечение краев этого сформированного дефекта. Преимущество заключается в том, что при расположении эндоскопа в туннеле уменьшается необходимость инсуфляции газов, инъекции постоянной, и увеличивается скорость диссекции, поскольку эндоскоп самостоятельно поддерживает постоянно приподнятое образование. По эндоскопическим техникам и осложнениям разницы между одной и второй методикой не было обнаружено, разница была обнаружена только по скорости выполнения. А вот доклад, который касается диминитивных полипов. Это то, о чем я начинал говорить в самом начале своего доклада. Диминитивные полипы, которые часто остаются либо незамеченными, либо которые не получают достаточного внимания, но которые могут привести к плохим последствиям, в том числе к возникновению интервальных раков, возникновению кровотечений позже из больших полипов, сформировавшихся из маленьких полипов, оставленных без внимания. В этой работе было представлено десятилетний опыт использования новой тактики, для нас достаточно интересной и пока, наверное, неприменимой тактики, которая называется Characterize, Resect and Discard. Что это за тактика? В случаях обнаружения мелких диминитивных полипов, которые при оценке в NBI имеют вид гиперпластических, их оставляют и назначают следующий скрининговый интервал через 10 лет, как в случаях с отсутствием, полным отсутствием находок в толстом кишечнике в классической методике. Если же обнаружено 1-2 мелких тубулярных аденомы, одни удаляются, но не извлекаются для гистологического исследования, и пациент отправляется на скрининг через 5 лет, то есть как в случае с радикально удаленной тубулярной аденомой размером до 1 см в классической методике. И аденомы большего размера, то есть высокого риска, удаляются, конечно же, и отправляются на гистологическое исследование. Контрольное исследование в случае подтверждения полного гистологического удаления назначается через 3 года. Казалось бы, техника очень рисковая, но 10-летний опыт ее использования в Соединенных Штатах показал, что между ею и классическим способом скрининга наблюдения за пациентами, прошедшими скрининговую полноскопию, достоверной разницы нет. Выводы. Качественный скрининг колоректального рака предполагает постоянное использование методик, улучшающих аденомодетекшн рейд. Верхняя граница аденомодетекшн рейд пока не определена, но можно с умиренности говорить о том, что она расположена как минимум выше отметки 65%. Если она ниже, стремитесь ее поднять. Для улучшения аденомодетекшн рейд все средства хороши, и новые техники, и новые приспособления, но в первую очередь все начинается в качестве подготовки перед исследованием и до очистки во время его. Техника удаления аденома не может быть неправильной. Неправильно оставить обнаруженную аденому в кишечнике. И будущее эндоскопической полипектомии имеет множество направлений, в которых может не оказаться места в трудоемке вмешательства. Касательно подготовки, прошу обратить внимание, что сейчас в Украине есть новый препарат для подготовки кишечника колоноскопии. Это Изиклин, который, как уже говорилось, конечно же лучше использовать, применяя сплит-дозы подготовки. И о будущем, которым я уже только что сказал, если кажется, что будущее где-то далеко, на самом деле не совсем так. Вот интересный доклад, который предоставили докладчики из Японии, в которых использовался новый колоноскоп Olympus CF0058I, имеющий 500-кратное увеличение NBI. Эта методика осмотра с такими параметрами получила название эндоцитоскопия. Детализация при такой методике позволяет отправить эти фотоснимки на анализ машине. В результате обработки программы 49 деминутивных образований толстого кишечника в 19 случаях с точностью 83% установлен диагноз неоплазии. Это достаточно высокая точность. И я думаю, что нужно задать вопрос, что если все-таки вы работаете со скринговым колоноскопиями и не пытаетесь улучшить свой аденомо-детекшн-райт, то докажите хотя бы, что ваш аденомо-детекшн-райт заслуживает того, чтобы японцы не заменили вас машиной. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Степанович. Очень интересный доклад, современный. У нас есть несколько вопросов. Хочу обратить ваше внимание, что 100 человек смотрели, самое большое количество, которое за время нашей презентации было обнаружено системой. Так, есть вопросы. Какие варианты предупреждения излития воды предлагаются? Вы обсуждались, может быть, нет? Владимир Степанович, такие вопросы. Нет, в этих докладах не звучала сама методика подачи воды, но в мире, наверное, кроме подачи воды с помощью помпы, других методик, наверное, пока не существует. Имелось в виду несостоятельность, очевидно, анального канала или что-то там вроде. Не обсуждалось. Понятно. Значит, кто-нибудь занимался холодными резекциями? У нас есть опыт достаточно большой холодных резекций. Скажем, холодная петлевая резекция – это основной метод лечения плоских образований в нашей клинике. Практически 80%, наверное, выполняются таких операций. В том числе выполняется… Есть опыт выполнения холодных резекций по частям, как вот представлял Владимир Степанович здесь в докладе. И подводные эндоскопические холодные резекции также использовались. И есть опыт применения холодной резекции с использованием инъекции. Методы хорошие. И, как я вам уже говорил в своем докладе, они позволяют достаточно эффективно и безопасно выполнять операции в условиях амбулаторного поликлинического приема. Это быстро, эффективно. Один инструмент, максимум два, если нужен еще, инъектор, если сложный. Но в сложной ситуации, конечно, в поликлинике лучше не брать, потому что это время и это возможность осложнений. Так, у вас, может быть, есть… По поводу холодных резекций, ничего не могу дополнить. Действительно, холодная резекция является методом выбора в случаях удаления зубчатых аденом размером до 1 см. В случаях удаления большего размера аденом возможно использование тоже холодной резекции. И обе методики у нас точно так же используются, как стандартный метод удаления зубчатых именно плоских аденом. Да, хотелось бы еще добавить, что зубчатые аденомы – это эпидемия в основном только хорошо развитых клиник, как присутствующих здесь авторов, потому что для государственных клиник почему-то она обходит стороной эти клиники государственные. Очевидно, это связано с оснащением и с использованием методик, но я думаю, что и эта наша сессия позволит сместить количество акцентов и туда. Что касается петлевой резекции, обращаю ваше внимание, что основным инструментом эндоскописта является петля размером 1 см и меньше. Вот это основной инструмент, который используется. Еще хотелось бы добавить по поводу зубчатых аденом, да и вообще аденомодетекшн-рейт. Специально старался следить за всеми докладами, в которых звучал хоть какой-то показатель аденомодетекшн-рейт, для того, чтобы определиться с тем, что же в мире. Сейчас в каких же показателях колеблется мир. Если речь шла о средних показателях где-то по какой-то клинике, то, как правило, звучат цифры в показателе от 20 до 40%. В отдельных работах существуют показатели от 50 и выше. От 60 и выше встретил показатели всего в трех работах за все 4 дня докладов, которые были на последней гастро-неделе. То есть показатель можно улучшать и улучшать значительно, и улучшать всем. Касательно аденомодетекшн-рейт для зубчатых аденом, опять-таки в докладах, которые касались улучшения визуализации, аденомодетекшн-рейт для зубчатых аденом колебался в пределах от 5% до 13%. То есть тоже их можно искать и искать. 13% – это каждый десятый пациент, проходящий скринировую полоноскопию. Думаю, далеко не в каждой госклинике обнаруживаются в принципе зубчатые аденомы, поэтому тянуться есть к чему. Ну, 60 плюс 13 – это уже 73. То есть 60 аденомодетекшн-рейт стандартный, который мы понимаем аденомы, именно табулярные, аденоматозные полипы и все прочее, еще 13 зубчатых. Ну, о том, что проблема с диагностикой зубчатых аденом, она связана не с эндоскопией одной, но и с тем, что это достаточно большой кусок работы новой для патоморфолога. То есть отличить обычный гиперпластический полип от зубчатой аденомы непросто патоморфологам. То есть это нужно проходить тоже подготовку и хотеть это делать. Соответственно, если мы говорим о том, что у нас есть как проблема с диагностикой эндоскопической, так и проблема с подтверждением этого всего патоморфологически, получается, что у нас с вами нет никаких оснований для того, чтобы какие бы то ни было полипы оставлять в кишечнике. Потому что ни эндоскопически, ни патоморфологически мы не можем быть в них уверенными до полного их излечения. Еще один вопрос, касающийся холодной резекции. Это нужна ли инъекция при холодной резекции до одного сантиметра и нужно ли закрывать дефект? Как правило, дефект закрывать не нужно. В том и разница между плоскими, особенно зубчатыми аденомами, в сравнении с тубулярными, особенно, которые имеют ножку, то есть тип 1С или 1П, в том, что в основании таких полипов, как правило, нет снабжающего их основного сосуда. То есть там под ними может быть расположен только проходящий мимо, грубо говоря, сосуд, который действительно может быть травмирован. Если он не травмирован, то, соответственно, кровотечение не будет, останавливать нечего, клипировать не нужно. Если же во время осмотра самого полипа вы видите такой полип, такой сосуд, а его достаточно хорошо видно, потому что зубчатые полипы, они практически прозрачные, они почти такие же по толщине, как нормальная слизистая, сквозь которую вы всегда видите сосуды, то, конечно, тогда лучше использовать инъекцию и удалить полип холодной петлей с инъекцией. В основном же, в процентах 70-80 случаев инъекция не требуется. Да, это существенное замечание, поэтому у вас должен быть одноразовый клипатор под рукой для того, чтобы один раз в году использовать его в случае, если вы повредили проходящий под зубчатый аденомый сосуд. Кстати говоря, не всегда нужно и клипатор использовать. Есть работа японских акторов, где они использовали для остановки кровотечения после холодной резекции петлевой, использовали гидропомпу. То есть, просто накачивая водой под давлением операционную рану, получается у нас подслезистая инъекция, такая так называемая, и мы механическим способом остановили. Но дело в том, что, как правило, кровотечения, которые возникают после холодной резекции, они совершенно несущественные, не требуют никаких вмешательств с вашей стороны. Понаблюдайте за этим образованием. Пока вы завершаете вашу колоноскопию, вы обнаружите, что за полторы-две-три минуты чудесным образом практически любое кровотечение после холодной резекции останавливается самостоятельно. Что такое интервальный колоректальный рак? Хороший вопрос. Это то, что мы с вами пропустим. Это то, чего у нас с вами нет. У нас нет с вами скрининга, поэтому у нас нет интервального колоректального рака, потому что колоректальный рак это исключительная прерогатива последствий скрининговой колоноскопии, которая, скажем, в Украине практически не производится. Поэтому у нас специалисты, и так же самое, думаю, как и в странах бывшего союза, задают этот вопрос. Потому что у нас нет адономного detection rate, потому что нет скрининговой колоноскопии, у нас нет интервального колоректального рака, потому что нет адономного detection rate и нет скрининговой колоноскопии. Опять-таки добавлю, что была работа, которая оценивала качество работы эндоскописта по 33 параметрам, и демонстрировались результаты работы оценки по этой шкале и по оплачиваемости работы эндоскописта, и по наличию или отсутствию интервальных раков после выполнения скрининговых колоноскопий такими специалистами. Так вот, отсутствие интервальных раков не существует, в принципе. Интервальный рак, он будет у каждого специалиста рано или поздно, и в зависимости от того, насколько опытен этот эндоскопист, а в работе специалисты поделились на две группы – хорошие специалисты и не совсем хорошие эндоскописты. В случае с хорошими эндоскопистами интервальный рак наблюдался один раз в 4 года, в случае с не очень хорошими специалистами один раз в 2 года. Гениальных эндоскопистов, видимо, не нашлось. Ну, тут еще вопрос по поводу интервального метахронного рака. Ну, метахронный рак – это рак, который возникает после рака, то есть был рак сигмовидной кишки, возникает рак слепой кишки. Интервальный рак – это когда у нас есть негативная скрининговая колоноскопия, и в ближайшее время после нее, то, о чем говорил Владимир Степанович, возникает рак. То есть, фактически мы во время скрининговой колоноскопии не обнаружили предраковых изменений. Что касается интервального рака как проблемы вообще, я считаю, что сегодняшние успехи эндоскопической техники позволяет 95-99%, все равно опять же не 100%, говорить о том, что мы можем исключить вероятность смерти от рака. Сам по себе интервальный рак не является проблемой, потому что если была выполнена качественная колоноскопия, то через 4 года обнаруживается небольшой интервальный рак, который все еще может быть излечен. часто даже эндоскопически, поэтому, безусловно, он может быть, мы должны понимать, почему это происходит. Происходит это потому, что с одной стороны была выполнена некачественная подготовка в силу разных причин, и наши с вами недоработки, и пациент тоже, живой человек, делает как ему считают нужным. И в связи с тем, что это качество подготовки не было оценено соответствующим образом, и не учитывалось при дальнейших скрининговых осмотрах, потому что если человек был подготовлен плохо, то не может быть через 4 года обнаружен интервальный рак, потому что через год ему надо сделать скрининговую колоноскопию повторно. Почему через год? Ну, потому что запущенных раков во время даже плохой подготовки мы не можем пропустить, это однозначно. А тот рак, который у него развивается через 4 года, подождет еще годик, мы его посмотрим, восстановится пациент, и мы его найдем. С какого возраста начинать скрининговая колоноскопия? Ваши рекомендации на дальнейшее наблюдение в зависимости от находок? Ну, скажем, это тема моего научного интереса. Учитывая возможности эндоскопической техники, с одной стороны, с другой стороны, распространенности патологии, которая есть идеально для нашей страны, с учетом и влияния чернобыльской катастрофы, и с влиянием вообще просто промышленности, которая в Украине есть, и с влиянием того питания, которое мы едим, химического практически по своей сути, все, что в супермаркетах продается. Все это очень долго находится в толстом кишечнике и на него оказывает крайне негативное влияние. Я считаю, что оптимальным сроком для скрининговой колоноскопии первичной является 40 лет. Возможно, даже ранее. Но я хочу сказать, что даже 50-летний интервал, который есть в мире, он всего лишь является красивой декларацией, потому что ни одна страна в мире себе пока еще не может позволить стопроцентный охват населения, даже 50-летних пациентов. О 40-летних ей говорить нечего. Но я думаю, что у нас в Украине вообще даже не рассматривается в перспективе наличие хоть какой бы то ни был скрининговой системы. Ее нет, не будет. В ближайшее время мы этого не застанем. Поэтому машины нас не заменят, потому что у нас даже кромоскопов нет в достаточном количестве. Нам пока бы еще, пока бы с этим разобраться. Но и тем не менее, я считаю, что мы вправе своим пациентам, хотя бы своим коллегам, своим родственникам, людям тем, кто может себе это позволить. Мы должны им это говорить, что колоноскопия в 40 лет это прекрасно, это здорово, это здоровый образ жизни сделал и 10 лет гуляй свободно. Потому что нередко мы находим случаи раков, к сожалению, даже запущенных и в 40, и в 45, и в 42, есть и 35, и 38. Но таких случаев, конечно, очень мало. Поэтому недостаточно для того, чтобы рекомендовать начинать с более ранних сроков. Если у пациента нет негативной семейной истории, нет полипоза семейного, в 40 лет будет оптимальным сроком для первичного осмотра толстого кишечника с использованием высококачественной эндоскопии. Следующий вопрос. Это интервальный и метахронный рак. Одно или не одно и то же два этих понятия. Значит, да. Интервальный рак это рак, который обнаружится в интервале между двумя скринингами колоноскопии, не после какого-то рака, второго или первого. Метахронный рак это рак, который обнаруживается после обнаруженного где-то первичного какого-то онкозаболевания. Это может быть толстая кишка, это может быть лёгкая, это может быть желудок. То есть это два несравнимых совершенно понятия, независимые друг от друга. Сколько холодных резекций может быть выполнено максимально за одну колоноскопию? Это зависит от ваших возможностей, от возможностей конкретного лечебного учреждения, от возможностей пациента. Если время вам позволяет, если травма не очень большая, если у вас ваша патоморфологическая служба готова принять материал, вы можете выполнить столько, сколько вы можете выполнить. Добавлю, что есть рекомендации, например, НССН, которыми пользуются в Соединённых Штатах, для определения интервалов, скринингов, тактики по полипам. И в разделе, который касается полипозов, когда полипов 10 и более, есть ответ для полипектомии. Конечно, не для именно конкретно холодных петлевых резекций, а в общем для полипектомии считается, что эндоскопическая тактика, может быть, эндоскопический менеджмент полипов оставляется всё-таки на оценку самого эндоскописта. То есть, если эндоскопист может удалить 1000 полипов, он может это сделать. Единственное, что сделать их за один раз не получится. В рекомендациях же фигурирует ещё одна цифра. Это цифра 70 полипектомий. То есть, до 70 полипектомий это ещё то число, которое возможно адекватно оценить и описать эндоскопически. Но не удалить за один раз. А удалить за один раз допускается 20-25, максимум 30 полипов. То есть, при обнаружении 70 полипов в толстом кишечнике, их нужно будет удалять за два или за три захода минимум. Так, ещё есть вопрос. Так, призубчатых полипоза. Стоит ли делать резекции этапами? Каждый этап затрагивает один отдел и стараться удалить сразу во всех отделах? Ну, частично уже Вадим Степанович на это ответил. Я для себя использую тактику такого плана, что, во-первых, конечно, удаляются наиболее подозрительные, наиболее изменённые образования. Во-вторых, стараюсь удалять с наиболее проксимальных отделов для того, чтобы иметь возможность приступить к следующему этапу через более короткий интервал. То есть, если мы делаем это всё в прямой сигновидной кишке, то следующий этап слепой кишки может быть не ранее, чем после полного заживления. при различных дефектах, это может быть и месяц, а может быть и два даже. Поэтому лучше начать со слепой кишки и постепенно сдвигаться вниз, чтобы делать эти этапы через 2-3 недели, максимум 4. Совершенно безопасно. Потому что есть случаи, у нас в клинике такой случай был, когда место, где был удалён полип в прямой кишке, небольшой рубчик 5 мм, я не знаю, в силу разных причин, так мы и не установили. Скорее всего, в связи с тем, что пациентка решила усугубить подготовку очистительными клизами в объёме 4 литра, произошла перфорация прямой кишки в месте, выполненной месяц ранее полипектомии. Ну, я думаю, что скорее всего речь идёт не о воздухе, а о 4 литрах несжимаемой жидкости, и прикрытая возникла перфорация, которая проявилась во время полномоскопии. Но, тем не менее, лучше удалять полипы более проксимально, постепенно спускаться вниз. Интересный вопрос. Дальше, касающийся карциноида. Действительно, карциноиды в прямой кишке – это не такое уж и редкое заболевание. Чаще они выглядят как подслизистые образования, могут иметь эрозированную поверхность. Удалять их, конечно, лучше с помощью какой-то техники, улучшающей контроль подслизистой, то есть, либо это эндоскопическая резекция слизистой, либо всё-таки эндоскопическая подслизистая диссекция. Не стоит забывать, что карциноиды часто могут быть проявлениями карциноидного синдрома и иметь большое распространение. То есть, один карциноид в прямой кишке может быть проявлением наличия ещё порядка 10 или 20 карциноидов в желудке. То есть, тактика при обнаружении таких находок в прямой кишке обязательно должна включать дообследование, которое включает гастроскопию. Обязательно. Если есть возможность, желательно выполнить всё-таки сцентиграфию с оптериатином, который позволяет определить накапливаемость и таким образом обнаружить хотя бы крупные карциноиды в других локализациях, в желудке, поджелудочной железе или в других местах. И тогда принять комплексно-правильную тактику по дальнейшему лечению пациента. Поскольку это уже не просто полип, это системное заболевание тогда, и тогда оно требует соответствующего онкологического лечения. Да, что касается карциноидов, во-первых, сейчас современная классификация не отопухоли. То есть, надо привыкать уже к современным классификациям, это сложно. И приколоноскопия. Крайне желательно осмотр терминальных отделов подвздошной кишки. Это касается не только нейродокринных опухолей, но и нейродокринных опухолей в частности. Потому что у нас в клинике, например, есть опыт, когда мы находили нейродокринные опухоли. Там ведь даже есть возможность их удалить. И всегда вы помните о том, что этот пациент не может быть, скорее всего, излечен радикально, выполнением радикальной эндоскопической резекции. Потому что это образование характеризуется первично-множественным ростом. То есть, речь идет не о метахронном или интервальном раке. Это просто заболевание, которое сразу может быть первично-множественным. И вы можете просто никогда об этом не узнать, потому что оно очень, скажем, долго может быть незамеченным. А в прямой кишке вы случайно его обнаружили. Но, тем не менее, пациенты так находятся в пожизненной группе риска. Потому что это заболевание где-то наконец-то себя проявит. Есть еще вопрос по поводу биопсии малых полипов. Холодная биопсия с последующей электрофагуляцией точечными электронами. Да, значит, по поводу малых полипов, во-первых, нужно поставить себе вопрос, а зачем мы удаляем полип щипцами, когда он маленький? Ответ для того, чтобы уменьшить риски осложнений после удаления. Почему? Потому что не используя диатермию, мы как минимум уменьшаем риск перфорации в зоне удаления. Поэтому коагулировать дополнительно такой дефект абсолютно нецелесообразно, если, конечно, не возникло кровотечение из сосуда, который был расположен под таким полипом, как это уже сегодня поднимался. В таких случаях тогда необходимо действительно либо скоагулировать точечно, либо наложить клипсу, если есть такая возможность. А просто закрывать дефект размером 3, 4 или 5 миллиметров нет необходимости. Да, и еще один момент, вот гайдлайн 2017 года, европейские по поводу удаления небольших образований, сходится к тому, что полипы до 3 миллиметров мы можем оправданно удалять холодной щипцевой биопсии. Там просто не уделяется внимания тому, что существуют гигантские щипцы, возможно, 4-5 миллиметров, это уже я от себя добавляю, удалять не обычными щипцами, гигантскими щипцами, там 7-8 миллиметров есть щипцы, которые позволяют нам удалять в пределах здоровых тканей. Цель любого эндоскопического исследования с морфологией заключается в том, чтобы удалить образование, которое вы видите, по возможности, единым фрагментом, по возможности, в пределах здоровых тканей, по ширине и глубине, тем способом, который соответствует конкретной ситуации. Поэтому маленькие полипы 2-3 миллиметра обычные щипцы, 4-5 миллиметров большие щипцы, либо петля. Все, что больше 3 миллиметров до 1 сантиметра, можно удалять петлей без инъекции, больше сантиметра уже, видите, есть работы, позволяет с инъекцией удалять холодные. Электрокоагуляция должна быть сведена к минимуму и может применяться только если есть сосуды и желательно даже при наличии сосудов и наличии кровотечения, электрокоагуляцию предварять инъекции, потому что травма мышцы может привести к отсрочной перфорации. Итак, мы переходим к завершающей стадии нашей встречи с вами. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Харченко, компания Ipsen Pharma. И один из вопросов, который здесь прозвучал, относится в том числе и ко мне. Поэтому сразу хочу на него ответить. Вопрос, планируется ли проведение подобных вебинаров в будущем. Ну, учитывая такой большой интерес, огромное количество вопросов замечательных, за что вам большое спасибо. Конечно, мы будем продолжать такого рода семинары, проведение семинаров. Хочу также поблагодарить и Владислава Александровича, и Вадима Степановича за интересные доклады, которые вызвали такое бурное обсуждение. Кроме того, пользуясь случаем, хочу в течение последующих пяти минут ответить на несколько наиболее распространенных вопросов по препарату Изиклин, которые вы задаете и ваши коллеги задают через наших медицинских представителей. Первый вопрос это, какой обязательный объем жидкости, кроме двух литров, необходимо выпить, чтобы не было обезвоживания. Ответы подготовлены нашим медицинским директором, который, к сожалению, по причине командировки не может сейчас с нами присутствовать на нашем вебинаре. Итак, рекомендуется потреблять достаточное количество жидкости, чтобы не испытывать жажды. Другими словами, два литра жидкости – это минимальный объем, который необходим для того, чтобы препарат оказал соответствующее действие. Но, конечно, например, летом в условиях жары, если пациент испытывает жажду, то он не должен себя ограничивать и может дополнительно допивать столько, сколько ему требуется. Через сколько часов после окончания приема можно делать осмотр? Здесь я хочу ответить цитатой из инструкции. Прием всего разведенного раствора и дополнительно необходимой воды или прозрачной жидкости необходимо завершить минимум за час до процедуры. Обращаю ваше внимание на то, что это минимум, то есть это минимальный интервал. Конечно, в условиях реальной жизни, наверное, лучше, если это будет несколько часов. Но, с другой стороны, если пройдет слишком много времени, то, конечно, как и при подготовке любыми другими средствами, эффективность препарата через каждый час, после четырех часов уже падает в среднем на 20%. Что касается вопроса насчет возможности применения и способа назначения препарата Изиклин с наркозом. На самом деле, компания Ипсенфарма готовит изменения и дополнения инструкции по медицинскому препинению касательно особенностей применения Изиклина с общей анестезией. Поэтому, как только такое обновление, как только эта информация будет официально доступна, мы обязательно вас о ней известим. Но на данный момент, пока нет официальных рекомендаций от нас, от компании-производителя, то могут применяться рутинные подходы. И еще один вопрос, это какое оптимальное время для процедуры исследования при одноэтапной, двухэтапной подготовке. Ну, опять же, на самом деле, наверное, длительность процедуры, она все-таки индивидуальна, да, и определяется и диагностическими потребностями индивидуальной процедуры, и опытом специалистов и так далее. Спасибо большое еще раз. А, я вижу, что у нас есть еще вопросы, и Владислав Александрович и Вадим Степанович продолжат отвечать на них. Спасибо, Витя, чем хороший интерактив, Витя, коллеги просят еще кое-что нам тоже сказать. Здесь был вопрос по поводу эндокав, я не знаю, есть у Вадима Степановича опыт. Мы в клинике использовали колпачки эндокав. Я бы хотел, вот к тому докладу, который Вадим Степанович видел, по поводу колпачков, что они не лучше, чем колпачки обычные. Мы говорим о том, что мы выбираем между двумя замечательными способами. То есть, они однозначно лучше, чем не использовать эти колпачки. Однозначно лучше. Но между собой они не отличаются по результатам конкретно приведенного исследования. Я хочу сказать, что у нас есть опыт использования этих колпачков. Безусловно, что эндокав не помогает провести интубацию тонкой кишки, потому что он расправляет складки кишечника при выведении аппарата. В этот момент начинают работать его усики, а не проведение его вперед. Колпачки эти одноразовые и должны использоваться с каждым пациентом. Я бы хотел поблагодарить наших зрителей за проявленное терпение докладчикам, за хорошие положительные отзывы. Очень удобное проведение такого семинара, именно веб-семинара, потому что в эту сторону ничего не летит. Написанное все-таки в рамках приличия. Это замечательно. Мы оцениваем это свой счет, что все замечательно. Спасибо вам большое за участие. Прошу передать вашим коллегам, что этот семинар будет доступен на канале, поэтому его можно будет пересмотреть. Тем, кто не успел. Я надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Спасибо огромное компании Ibsen, которая дала возможность выступить, дала возможность познакомиться с таким способом общения. И достаточно успешно, я так думаю, это будет продолжено и в будущем. Спасибо, Владислав Александрович, за обеспечение каналов для трансляции. И спасибо за очень подробный детальный доклад. Спасибо всем, кто присоединился к трансляции, к просмотру, за очень интересные вопросы, которые действительно были актуальными, на которые мы постарались дать все ответы. Спасибо всем. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания.